доброе всем утро друзья шестого сегодня пятого какое шестое татьяна что с тобой короче тесто у меня здесь как для оладьев яблочных но идея пожарить в вафельнице интересно что получится решила и вот первую партию уже пожарила знаете получилось просто обычно когда для вафель для этих делаю тесто там знаете кучу масла сливочного а тут только смазала и все вот ничего таки по сути это оладьи должны быть это оладьи да просто что форма другая экспериментально я думаю немножечко там яблочки мешают но они в принципе видишь вот здесь вот сок выделяют наверно сладкий но в принципе ничего давай посмотрим какой чай будем пить сегодня у нас будет имбирь с лимоном не дурно не дурно без лимоном это так более-менее класс так и что еще татьяна будет сегодня кроме чая и ладий без лимона энергетический напиток вот номер пять еще татьяна будет ой это не сгорела бы пока оп повезло тебе их два спасибо нет один тебе один мне всегда было бы так по два ну короче я сегодня пятьдесят восемь и три вот давайте все-таки сегодня коробка пустая вчера артем у нее выбрасывал один киндер-сюрприз выпросил и милана решила что есть так все значит надо есть и сама съем все да дети а что вам сегодня попалось еще немножко принеси покажи красивый да а милана уже свое съела вот так вы даже не увидели две такие средние шоколады расскажи почему ты больше не копишь потому что ну как бы я знала все у меня просто упрашивают это но я тоже чуть-чуть хочу я не знаю я как-то потом в последний момент решила лучше уже не мучиться а что у меня выпало вот из первой части кто смотрел гарри поттера знает когда хагрид пришел он подарил гарри торт на его одиннадцатилетие вот коробочки да вот открываем вот тортик хиппи березди хорошо только неправильно написано дорогие друзья сегодня у нас второй адвент а ты мои слова выразила да нет мои слова тоже надо оставить нет а я что по другому сказал что ли главное мои слова не подошли в таком же ракурсе а твои подошли интересно да да потому что вот так короче у нас вторая пожароопасная ситуация надеюсь обойдется а первая была на прошлый выход забыла уже про первую да первую мы тоже зажгли сейчас уже просто Милана уроки сделала больше облокачивать не будет я надеюсь так что все пойдет гладко с праздником вас дорогие друзья со вторым адвентом опять желаем вам всего доброго наилучшего и светлого я это тоже вырежу Саша не надо зачем потому что Саша мне не нравится такой голосок спой Светик не стыдись и на фоне молоко стоит для оленей да Милана не допила и как я и собирала сегодня пирожки решила сделать у нас сегодня нездоровое питание то вафли то пирожки в общем с луком с яйцом и с этим с беконом и тоже с луком обжаренным делала по тому же рецепту что и ватрушки только меньше сахара добавила чуть больше соли потому что мне понравилось тесто вот такие вот у меня пирожки получились со шпеком мало видите всего 8 штук как-то я рассчитывала что они будут поменьше и будет много но видно я слишком большие круги вырезала и слишком толсто раскатала видимо потому что вот так вот они выглядели до сейчас покажу как они уже в духовке выглядят посмотрите вроде расстояние хорошее было я все время забываю что они так обалденно надуваются там всего лишь по ложке начинки я боюсь что будет опять много-много теста и мало начинки короче но я во всяком случае теперь буду знать и буду в следующее раз вообще тонюсенько раскатывать. Но когда очень тонюсенько, тогда вот со шпеком, допустим, ну не со шпеком, а с беконом, окей. Немножечко порваться же может за этих вот. Ну, короче, вы поняли. Но думаю, будет вкусно, особенно пока тепленькие. Я, в общем-то, не смог поснимать, как Таня делает пирожки со шпеком, но она тоже там что-то суетится, сейчас видео выставляет. А я тоже был занят, а я тоже выставлял видео, в общем, выставляю сейчас еще. И поэтому я тут прозевал. Но Таня сказал, что осталось много остатков, вот это лишнее. Я зашел, что я это все сейчас зажарю с яйцом, чтобы не пропадало, съем. Это будет очень вкусно по-любому. Вот, поэтому как бы мы не смогли подробностях вам показать. Пирожки. Ну, вот они. Я уже показывала. А, ты показывала? Вот. Таня сказала, что очень много получилось начинки в них. Нет. Я опять все не так понял. Я думала, что будет много пирожков и маленьких. А получилось мало и больших, и поэтому, наверное, мало начинки будет. Потому что я вроде ложила, он маленький смотрелся. Я хоп туда начинку закрыла, оно раздулось, тесто вокруг много, понимаешь? Начинки ложка всего. Ай, Саша меня слушает через слово. Ну, я что, я разбираюсь в твоих начинках. Я знаю, что я их сожру сейчас просто, и все, остатки твои. А почему они остались? Я понимаю, что, наверное, если осталось, значит, много пирога. Хуже, когда не хватает пирога с починкой, правда? Ну, вот так и будет. Я предполагаю, что готова. Знаешь, что они такие пышные, мне почему-то с капустой захотелось. А не с яйцом и не с сашпеком, да? В следующий раз надо будет сходить. Маль, большие. Такие вот большие, с капустой вкусные. Огромные. Ну, да. Надо проработать еще этот момент. Ой, запах уже как в детстве у бабушки. Да? Сейчас с молочком. Ты, конечно, еще не бабушка, слава богу, но мы, наверное, пути. Старшему уже 15 лет. Еще нет, еще тут все время мы прям... Недолго нам осталось. Что, через месяц ему 15-й? Ну, да, но еще же нет. А тебе уже кажется, что ему 15-й уже летом было, судя по твоим калитарям. Правильно. Так, сейчас я поставлю следующую партию. Эти со шпетом. А те только с яйцом все. Ты же думала, что... Больше. Это все последняя партия? Да. Ну, нормально. Пью. Плотит. Тут же... Они же сытные. Один съешь и уже наелся. Знаете, какие огромные. Ну, да. Судя по тому, сколько там тестов. Что, пробуем? Ну, давай. Будешь первый испытатель. Да ладно. С чем они? С яйцом и с луком. Какой из них? С шпеком в духовке. Ах-зу. Ну, разломай, покажи. Ну, ладно, или откуси. Ну, сейчас накрошишь. Лучше кусай. Начинка есть? А ну, есть начинка. Не все так плохо, как я думала. Классно? Когда? А, видишь? Горячую. Первые мои пирожки. Не, когда-то у меня была, мне кажется, еще одна неудачная попытка, но это было очень давно. Вау. Так, где ты на вокзале? Офигенно. Они не только долго и делаются. Я слышу, как вороны. У меня вокзал ассоциируется с воронами. Еще одна ворона прибежала. Вот когда. Горячая. Когда вороны каткают на вокзале, они где-то ассоциируются, нет? Нет. Я, видимо, не так часто на вокзале бывала в детстве. Вот, и ты стоишь, этот пирожок горячий кушаешь, они там что-то чапкают, кричат, мои вороны. А, и голуби еще. О! Вкусно? Вкуснее, чем с ворогом? Ну, они почти, ну, они не одинаковые, но на вкус они не облажны. А что он скажет, на вкус они одинаковые? Это разные вообще. Ну да, ну просто тесто одно и то же, только сахара меньше добавила в тесто и все, и чуть больше соли. Пока горячие точно вкусные, потом не знаю, что будет. Ладно, тогда и я попробую. Раз себе говори, что можно есть. Короче, отвезли мы пирожки одной бабушке другой. У нас посылка из Латвии, друзья, от Дедушки Мороза, наверное. Потому что она огромная. Латвийские чипсы Ададу. 200 лет не ела, даже когда в Латвии были, я не ела почему-то. Реально, латвийские 100 лет не ели. Так, тоже Ададу чипсы с сыром. Это какие-то Ададу салминес. Класс. Но тут прикол. Хлеб. На стул зарезал. Маконь майзе. Короче, латышский хлеб. Облачный батон. Мы все время заказываем хлеб из Латвии, у нас Тимурка особенно его любит. Рудзу майзе, черный хлеб. Ну, хлеб в Латвии, конечно, хороший. Тут поспорить нельзя. Часть заморозим. Особенно черный очень хороший. Да, его надо сразу замораживать, чтобы он не портился. Идеальный. Ну, хлеб Латвии хороший. Слава богу, пока. Мандарины, я не знаю, зачем нам прислали. Мандарины у нас, ладно, есть. Еще хлеба. Ого, ого. Так. Что здесь? Селедка. Традиционный посол. Русское море. Сейчас с этим, с маринованным огурчиком. Вот эти мы, Саша, любили раньше. Да, мы с тобой и кушаем. Еще была Вира Буча, еще была Сева Буча, да? Да. Какая вкуснее была, я все время не помню. Вира была соленая, а Сева была какими-то там пряностями, мне кажется. Значит, Вира была вкуснее, да? Да. Не помню. Даже этикетка не изменилась. Этот вот чувак, я помню, 10 лет назад такой же самый был. Переведи для тех, кто не знает. Что перевести? Вира Буча. Вира Буча? А, поцелуй мужа. Да, и вторая была поцелуй женой. Поцелуй женой, да. Не знаю, какая связь у Сережки с поцелуем. Барбариски. 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 Колбаски. Ой, Саша, аккуратненько. О, как они... Подожди, о. Я уже нюхала. Понюхала, да? Я уже доставала, да. О, я бы даже... Вот так хотел сделать. Класс. Печенька. Вот эти вот пипер кукас. На Рождество. Но это не те, что я люблю пипер кукас. А это классические, еще с детства. Помнишь, как у него с таким узорчиком были? Угу. В России такие продаются. Как они называются? Пипер кукас. Прянец, эти, ну, перченые. Короче. Не знаю, в России есть ли такие вообще. Много. Но невкусные. С молочком особенно. Вау. Тимуру мне как-то очень понравится. Мы в России давно не ели. Тимуру, потому что пряники нравятся наши местные. Так, какие-то золотые медали. Лайма. Лайма. Так, все знают лайму, да? Рижскую конфетную фабрику. А как переводится лайма? Все знают? Лайма переводится как мечта. Счастье. Ой, счастье. Александр. Катал забывать язык. Я забыл давно уже, что? О, какие-то. Розины с шоколадой. Изюм шоколадой. Таня не будет. Тебе повезло. А дети будут, да? Нет. У нас какие-то дети едят изюм. Ты же всех научила не есть изюм. Нет, нет. Какие-то едят. Я просто не помню, кто из них. Кстати, Артем попробовал мои порошки со шпеком. И сказал, что это просто фантастика. Молодец. Печеньки. Печеньки. Это типа крекеров, наверное, нет? Нет, вот это, конечно. Таких посылок там еще и не приходило в Латвии. Тонфи-фи. Что-то новенькое. Тоже латвийское. Это не лайма, да? Или лайма? Нет, это вот Айскроуклы с Салдуми. Айскроуклы это районный центр нашего города, где я в школу ходил, жил. Стучка раньше назывался еще. Сырочки и ежички. Шоколадный. Карл шоколадный. С орешками. Без пена, с еринч. Ну, изменилось, не по-попу, да? Угу. Все всегда. Раньше лучше было. Да. А это с чем? С орешками. А, вверх с тенем. Вкуснота. Ну, слушай. Лайма. Шоколад. Да. Но я не люблю. Такую я не ела. С чем это? С орешками? С печеным яблоком, желе, что-то там. Угу. И, короче, с миндалем. Это рождественская видна тема. Ну, я лайминский шоколад не люблю вообще. Тоже айскроуклы. О-о-о. Да, Буся? Вообще фигеть. Сколько там, ты говорила, ты весила сегодня? 58,3. Хотела сейчас сказать 83,5, наверное. Вот, наверное, да. Мое будущее. А? Червет. Это вообще фантастика, да. И это тоже из нашего детства. Наверное, в России тоже многие знают эти вот одежки с наполнителем. Да, 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 с загощенкой и вареной. Я еще забыл кое-что. И еще сиренаду. Я буквально на днях говорила, что я люблю сиренаду. Вы представляете, какая посылка? Она просто огромная. Ну, просто Дедушке Морозу спасибо большое, конечно. Круто. Вообще сейчас, ну, на все праздники. Думаешь, доживет на праздниках? Я надеюсь. Артем-то у нас единственный сегодня еще и не открыл свой календарь. Ну, опять-то идем. Я бы, по-моему, кто-то уже открывал. А? Мам. Нет, мы не открывали. Что там пишут? Будет еще как-то волшаться, чем ты думаешь. Будет еще хуже, чем ты думаешь? Да-да, да-да. Вот это как было. Как листик. О, большой текст. Сейчас вы должны долго ждать. Ну, переведи как-нибудь логично. И завтра для тебя также означает, что... Ну, следующий день... Следующая неудача. Ну, типа завтра... Артем, не верь в это. Тебе не было неудачно, не знаю. Тимур пришел за печенькой. Так, у нас все убеглись. Но Артем еще нет у себя в комнате. Что-то делает. Кстати, да, клетку до сих пор не помыли. Забываем про нее все время. Короче, завтрашний календарь, точнее, сегодня ночью придет. Ой, дети поставили сапоги. Миланка свой, какой там, 36-й у нее. Тимурка нашел свои прошлогодние, 42-го. Артема смею и спрашиваю, будешь ставить сапог? Я говорю, наверное, уже нет. Он говорит, буду. Я говорю, 45-го. Представляете этого Николауса? Когда он увидит размеры этих сапогов, он точно покрутит пальцем у виска и пройдет мимо. Слушай, холодно ночью так уже. Так, свет вырубаем. Короче, еще сейчас чай немножко попью. Для начала, правда, его заварить надо и на кухне весь к вам разгрести. Посудомойку разгрузить, загрузить. Короче, попью чай. И пойду займусь делом, поняли каким, да? Ну и потом спать, естественно. С вами будем прощаться уже до завтра. Елочка едет. Увидимся с вами завтра. С утра покажу. Кроме того, что адвент календари. Покажу, если успею, конечно. Что там принесет нам Николаус? Не знаю. Так что всем пока. Не пропустите.